Здравствуйте! На канале Заречная программа «Вопросы есть» в студии Елена Степкина. Я приветствую всех, кто хочет знать ответы в этом выпуске. Где и когда можно привиться от столбника, дифтерии и пневмококковой инфекции? Каков порядок установки во дворе дополнительного осветительного прибора? Какая ответственность предусмотрена для лиц, виновных в возникновении пожаров? Ответы на эти и другие вопросы в ближайшие 10 минут. Оставайтесь с нами. Вакцина от гриппа – самая эффективная защита от болезней и осложнений, уверяют специалисты. В Заречном сентября идет прививочная кампания. Вакцинации проводятся и среди взрослого населения, и среди детей. Привиться можно в городской поликлинике. Для удобства горожан медицинские работники принимают пациентов не только по будням, но и в субботу. Всем желающим привиться от гриппа нужно при себе иметь только медицинский полис. Кроме того, в эти же дни проводится вакцинация и от других болезней. Мы сейчас проводим кампанию, не только прививаем от гриппа. Можно в этот же день привиться от столбняка и дифтерии, если подошел срок, если помнят наши жители, то мы прививаем каждые 10 лет. И у нас есть возможность сейчас привить пневмококовой вакциной. Я бы рекомендовала в обязательном порядке лицам, страдающим различными заболеваниями хроническими, а особенно лицам старше 65 лет, прививаться в обязательном порядке пневмококовой вакциной. Тоже переносится хорошо. Мы уже освоили эту методику, не первый год прививаем, и результаты очень хорошие. Пневмококая инфекция опасна тем, что она вызывает тяжелейшие пневмонии. Пневмокок – это основной возбудитель вне больничных пневмоний. Вы понимаете, что в эпидемию гриппа, если даже человек каким-то образом одолел вирус гриппа, то он оказался в ослабленном состоянии, подвержен различной бактериальной инфекции, и чаще всего к людям, особенно лицам, которые находятся дома, лежат на дому, ослабленным, пневмокок присоединяется, пневмококовая инфекция. И очень часто, за последнее время это участили случай, пневмококовая инфекция доводит человека до летального исхода. У нас есть случай смерти от внебольничных пневмоний. Поэтому особенно рекомендуется это прививать детей и, конечно, старше поколения. Пути эвакуации, которые предусмотрены для выхода в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, пожара, посетители кинотеатров должны изучить сами. Как правило, в здании размещены планы организованного выхода из помещения. Насторожить посетителей должен звуковой сигнал. Какой именно, горожан должны предупредить сотрудники кинотеатра или другого учреждения, где проводятся мероприятия с участием большого количества людей. С октября это требования пожарной безопасности. Теперь руководители кинотеатров и иных учреждений культуры и массовых заведений должны перед началом каких-либо массовых мероприятий транслировать сообщения о требованиях пожарной безопасности, а конкретно о способе эвакуации, подавать, так скажем, предупредительные сигналы срабатки системы оповещения управления эвакуацией людей и разъяснять присутствующим гражданам именно необходимость и правильность действий по эвакуации их из указанного заведения. Еще одним изменением, внесенным в правила пожарной безопасности, стала ответственность за возникновение возгорания для лиц, которые курят на балконах. Теперь, даже если в результате их действий был нанесен незначительный ущерб, виновнику грозит административная ответственность. В каком размере предусмотрены штрафы? Нормативными документами по требованию пожарной безопасности нет конкретного определения, что подразумевает по собой открытый огонь. Но все моменты, которые связаны с применением открытого огня, то есть в том числе и режим курения, мы можем в общем все это подвести под общее название пользования открытым огнем. Для чего были внесены указанные изменения в данный документ? Дело в том, что в случае возникновения пожара, причинение значительного ущерба в результате этого пожара третьим лицам предусматривалась уголовная ответственность. И в Уголовном кодексе такое понятие, как неосторожное обращение с открытым огнем, оно было закреплено. В случае, если указанный ущерб не достигал той суммы для применения статьи Уголовного кодекса, основания для привлечения лица к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие возникновение пожара, но не причинившие тяжких последствий, не было. Потому что правилам противопожарного режима не было предусмотрено такой нормы. В настоящий момент такая норма у нас появилась, и в случае возникновения пожаров, то есть в нарушениях требований пожарной безопасности может быть привлечен к административной ответственности именно с отсылкой на этот нормативно-правовой акт. В случае, если указанные последствия не повлекли за собой возникновение пожаров, то это у нас предусматривает административную ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях о нарушении требований пожарной безопасности. Санкция указанной статьи предусматривает наказание либо в виде предупреждения, либо наложение административного штрафа на граждан до 3000 рублей. В случае, если указанные действия повлекли пожар, как я уже говорил, без причинения тяжких последствий, указанные действия образуют состав правонарушения, предусмотренный частью 6 указанной статьи, и влечет наложение административного наказания от 4 до 5 тысяч рублей. Если пожары люди пострадали, либо причинен крупный ущерб в размере более 250 тысяч рублей, то это уже наступает уголовная ответственность по различным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Что делать, если во дворе, по мнению жителей, темно? Один из наших телезрителей обратился к нам в редакцию с вопросом о порядке установки на внутриквартальной территории дополнительного осветительного прибора. Он сообщил, что в прошлом году в их дворе появился новый фонарный столб. Но этого, как считают горожане, недостаточно. Им бы хотелось, чтобы еще один источник уличного освещения появился вблизи их дома. Проводится ли в Заречном работа по установке дополнительных уличных фонарей и куда обращаться жителям, если во дворе недостаточно освещения? Старшие домов, которые особо активные, они обращаются к руководству города, обращаются к нам, мы выезжаем. Не просто слепо, куда-то пальцем кнут, там мы смотрим, оцениваем свои силы, оцениваем наличие всего освещения, каковое есть, потому что там где-то хорошее освещение от окон домов идет. То есть оцениваем. У нас есть приборы специальные. И потом, по результатам этой оценки, мы не сопротивляемся сильно. Мы идем навстречу жителям, поскольку им виднее, как жить в этом дворе, может быть, где-то ближе к детским городкам поставить еще один светильник. То есть мы не сопротивляемся. Мы стараемся оказывать помощь. И в планах на будущее все это есть. В том числе в планах администрации на будущее года увеличить даже на это дело количество финансирования. На сегодня все. В следующем выпуске мы продолжим отвечать на вопросы телезрителей. Задать интересующие вас можно по телефону 60 85 42. Звоните в любой рабочий день с 9 до 18 часов. Не смогли дозвониться? Оставляйте свое сообщение на сайте телерадиокомпании «Заречный» trkz.ru или отправляйте на электронный адрес, указанный на экране. Обращайтесь, будем вместе искать верное решение. Всего вам доброго. До встречи на канале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова